В настоящее время активно увлекаются в разработку запасы нефти и газа в Арктическом регионе. Это происходит потому, что в Арктике сосредоточено 90% извлекаемых ресурсов углеводородов всего континентального шельфа России. Поскольку в Арктической зоне мы имеем очень суровые условия, это низкие температуры, а если это разрабатывается на шельфе, то там высокие давления, то возникают сложности, которые очень сильно влияют на эффективность этих процессов. И одна из этих сложностей – это гидратообразование. И вот нам удалось разработать новый реагент, который показал достаточно хорошие свойства и позволяет избегать осложнений, связанных с гидратообразованием. Основным средством по борьбе с гидратообразованием являются термодинамические ингибиторы. Однако их нужно очень много. Более того, они содержат неблагоприятные для окружающей среды вещества. Есть несколько типов реагентов, которые борются с гидратообразованиями. Сейчас активно применяются термодинамические ингибиторы, но их нужно очень много. И в большинстве случаев они основаны на использовании достаточно таких не очень благоприятных для окружающей среды веществах. Мы разработали реагент, который лишен этих проблем. То есть его нужно использовать намного меньше. И это позволяет снизить дозировки и, соответственно, снизить нагрузку на окружающую среду. Абсолютно новый тип реагента был создан учеными КФУ из природных компонентов. Его отличает и то, что он является менее токсичным, чем ряд многочисленных его предшественников. Близкие по структуре реагенты до этого никто не получал. То есть мы вот развиваем свою концепцию получения новых реагентов и стараемся как раз решать два вопроса. Поскольку речь идет о морских месторождениях, кроме эффективности, да, которой обязательно нужно добиться высокого уровня, нужно еще решать вопросы, значит, экологии и стараться, чтобы эти реагенты были биоразлагаемыми, нетоксичными. И вот мы вот эти две, так сказать, потребности индустрии пытаемся решить в наших исследованиях. То есть сделать те реагенты, которые будут решать действительно промышленную проблему. И при этом при разработке морских месторождений не будут влиять на тот окружающий мир. На данном этапе исследования ведутся в лабораториях. В ближайшее время ученые приоритетного направления КНФС планируют получить патент на разработку и в дальнейшем внедрить ее в индустрию. Камиль Гемоздинов, Мурат Хафизов, Универньюс.